Первый, наиболее популярный такой источник, наиболее часто используем, это шумящие диоды. Шумящие диоды. То есть, если по старой терминологии, еще что такое диод? Это, соответственно, катод, накал и анод. Это анод, катод, тут накал. И в шумящем диоде расстояние между, ну здесь еще источник питания есть, и на сопротивление. Между анодом и катодом маленькое расстояние, и в результате здесь возникает электронное, когда накал работает, ну может быть, правда, катод одновременно и накалом, накал работает, то здесь вокруг катода облако электронов, которое, если расстояние между анодом и катодом небольшое, то возникает совершенно случайный ток в результате того, что электроны попадают на анод, в результате выброса случайного этих электронов, и снимается сопротивление сигнал. Этот сигнал, как правило, имеет, ну при определенных условиях, это может быть гауссовский шум, гауссовский шум, то есть это какой-то сигнал. Затем это сигнал случайный, и дальше, соответственно, из этого случайного сигнала получают уже либо действительные числа, последовательности из действительных чисел, либо вот как у нас это получает дискретные последовательности. Как это дальше делается в получении дискретных последовательностей? Стандартный такой способ. Выбирается уровень некоторых, нулевой уровень. И дальше отмечаются, соответственно, времена, какие-то, там, t1, t2, через равные промежутки времени, t3, ну и так далее. И измеряется, то есть у нас здесь будет некоторый случайный процесс, x от t, случайный, гауссовский обычно, гауссовский процесс. Измеряется, соответственно, значение этого процесса в моменты t, i. Это будут какие-то числа, действительные, принадлежащие, соответственно, h плюсикам больше нуля. Ну и вот пороговая схема из такого шума, то есть преобразование или оцифрование этого шума, или квантование шума называют, получение случайной последовательности x, x1, x2 и так далее, где x, x, t, соответственно, уже 0,1 у нас. Каким образом это делается? Измеряется через равные промежутки времени. Итак, x, i равняется 0, когда у нас x от t, x от t, i меньше или равняется u, какому-то нулевому уровню, и равняется единице, когда у нас x от t, i будет больше u. И в результате у нас получится двоичная последовательность с тактовой частотой, которая определяется этими расстояниями. При этом, зная характеристики этого шума, обычно он гауссовский, тут можно, если мы будем дальше выбирать больше промежутки, то знаки будут более некоррелированными. И можно, выбирая достаточно длинные промежутки, то получим в результате практически некоррелированные знаки, непредсказуемые. И таким способом легко получается последовательность знаков. Это стандартный способ, как получить от непрерывного первичного шума случайную последовательность. Ну, конечно, тут есть еще вопросы выбора этого уровня и, соответственно, его стабилизации. То есть для того, чтобы качественная была последовательность, надо, чтобы, как говорится, этот уровень был четко выбран и был стабильен с точки зрения равной вероятности появления нуля единиц. То есть не плавал этот уровень в зависимости от внешней температуры или в зависимости от ЭДС, которая подключена к диоду, то есть батарея, допустим, с большим значением напряжения, с меньшим значением напряжения. То есть тут уже проблемы, инженерные проблемы. Шумящие диоды. Ну, второе, пожалуй, из часто используемых, это флуктуация фазы и амплитуды. Амплитуды фазы и амплитуды колебаний. Ну, стандартное колебание. То есть XRT можно представить как А. Ну и вот здесь единица плюс некоторые там альфа Т. Ну, и синус омега Т, то есть обычную синусоиду возьмем. Ну и плюс там какое-то бета Т. Где, соответственно, альфа Т и бета Т. Это, в общем-то, случайные величины. Ну, которые влияют на амплитуду и на фазу колебания. На фазу колебания. Ну и в результате. В результате тогда. Если, опять же, мы будем измерять. Если, опять же, мы рассмотрим этот процесс. Ну, синусоида у нас. Но если мы будем ее рассматривать на большом расстоянии, то в результате, во-первых, изменение амплитуды. И главное, что изменение фазы. Вот на достаточно больших расстояниях, допустим, вот это 0, а тут какое-то там расстояние Т. И если мы лучше было бы нарисовать, тогда у нас, конечно, большую очень частоту синусоиды. Ну, и в результате вот этих небольших сдвигов, если мы возьмем, допустим, в какой-то точке Т1, а здесь в какой-то точке Т2, то XT1 и XT1 и X в точке Т2 можно рассматривать как независимые случайные величины. Независимые случайные величины. Ну и, соответственно, скажем, можно последовательность брать, последовательность строится. Следующим образом, опять же у нас будет X, берутся знаки через достаточные промежутки времени, моменты времени. И XI у нас будет равняться 0, если XTi у нас получится меньше, или равна равнула 0, и единица, если XTi строго больше 0. Вот строятся последовательности. В результате вот этих небольших сдвигов, если достаточно взять расстояние между этими значениями времен и большую частоту, то в результате можно считать, что это будет случайная последовательность. Третье, пожалуй, можно... Это когда у нас непрорывные источники шума. Ну, например, газоразрядные трубки, терротроны, ну, некоторые другие газоразрядные трубки. То есть в результате напряжения, которое приложено, там возникает, опять же, электронная эмиссия. И ионизируется газ внутри этой трубки, и когда он достаточно ионизирован, проходит импульс. И такие источники шума выдают импульсы тока. То есть генерируют импульсы тока. То есть, если мы, например, со случайными расстояниями между ними, расстояниями между импульсами. Между импульсами. то есть, вот в результате какие-то импульсы тока, ну, может, разного, и расстояние между ними случайное. Тау-1, Тау-2, Тау-3. Ну, и получается у нас, что Тау-1, у нас это, можно считать, независимые случайные величины. Ну, и как теперь из этих независимых случайных величин нам построить двоичную последовательность? Ну, один из способов. Ну, первый способ. Первый способ. Когда у нас есть такой вот процесс, ставится некоторый барьер. Барьер. Так скажем. Ну, не барьер, а время. Вот Т1. Ну, и дальше Т2 и так далее. И первый способ построения двоичной последовательности. 0,1 последовательности. Ну, а именно Х и равняется единице. Если число импульсов 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 в интервале интервале Т1 и Т1 единица четно и ну то есть нечетно тут нечетно нечетно то есть число импульсов по модулю 2 и нулю в остальных случаях то есть если это у нас будет нечетное число импульсов то есть нулю если четное число импульсов на каждом промежутке из этих промежутков и единица если нечетное ну понятно чтобы знаки были равновероятны надо чтобы либо это были эти случайные величины имели показательное распределение либо если они там другое распределение то надо достаточно много импульсов чтобы вероятность нуля единицы была одинаковой ну а второй способ наоборот второй способ построения второй способ построения последовательности он следующий второй способ первый способ удобен когда у нас очень часто идут эти импульсы а второй способ удобен когда эти импульсы достаточно редки ну редко такие то есть вот случайные импульсы у нас момент т1 какой-то импульс момент т2 импульс ну и так далее какой-то импульс и запускается стабильный генератор последовательности ну тут естественно вот это вот талу 1 талу 2 ну и так далее талу и это случайные величины ну истинно случайные величины и последовательность xp строится следующим образом следующим образом равняется единица если число ну и здесь дальше идет то есть это у нас стабильный стабильный источник колебаний единица если число целых колебаний на интервал единицы если если число колебаний число колебаний стабильного источника нечетно равняется нулю если число колебаний четно то есть вот однозначно таким способом из такого источника шума мы получаем последовательность последовательность двоичнее так это у нас было 3 ну 4 давайте дальше просто могу перечислить какие же еще способы используются ну радиоактивный распад радиоактивный распад то есть он удобен тем что частота его появление вот этих импульсов то есть это частицы некоторые из радиоактивного источника они фиксируются датчиками либо пропускают ток либо в фотомоножители фиксируют попадают частицы на определенный слой который излучает импульс света в фотомоножители фиксируют этот импульс света и преобразуют в электрический импульс вот радиоактивный распад хорош тем он обладает очень большой стабильностью никакие внешние условия на него не повлияют имеется ввиду стандартные внешние условия то есть на него будут влиять на характеристики этого распада только атомные процессы если их нет то температура там минус 40 градусов на улице плюс 100 градусов это не влияет на радиоактивный распад в этом смысле удобные турбулентные процессы турбулентные процессы это соответственно либо процессы в жидкости или в газе ну например есть даже такие датчики которые используют турбулентные процессы которые имеют место при работе жесткого диска компьютера он соответственно на него подается с вентилятора там поток воздуха и этот поток воздуха под влиянием и вращение диска создает турбулентные потоки и запись скорость записи на этот диск она будет отличаться в разные моменты времени из-за турбулентности и это можно замерять и есть датчики и доказано что это будет в результате замерения этого времени время будет иметь гауссовское распределение и можно построить датчик случайных чисел но есть электромеханические приборы ну вот механические датчики случайных чисел вы наверное знаете например по спортлото если до сих пор еще по моему розыгрыш спортлото есть там просто шары выкатываются со случайными ну и генерируют случайные последовательности ну давайте мы на этом остановимся и некоторые способы дальше улучшения способы способы улучшения улучшения качества последовательность качества случайных последовательств случайных последовательность ну как во-первых скажем так инженерно-физические способы ну то есть это обеспечение стабильности работы каких-то электронных схем или приборов которые как раз генерируют первичные источники шума создание там компенсирующих схем инверсных схем для того чтобы вероятность появления нуля-единиц была одинаковая ну второе математические преобразования или или математические детерминированные терминированные преобразования некоторые наиболее так скажем x1 x1 x2 xt последовательность независимых знаков последовательность независимых знаков с вероятностью появления x единицы равной п ну п не равная одной второй например как можно из такой последовательности построить последовательность с распределением знака одной второй это способ способ фон неймана разбиваем последовательности на пары x3 x4 и считаем если строим последовательность строим последовательность вот y равна y1 y2 и так далее ys следующим образом yi равен равен единица если x 2 k 2k минус единица x2k вот два знака последовательных равны 0 1 и 0 0 если соответственно этот знак равен 1 0 1 0 1 0 пропускаем пропускаем пару в остальных случаях в остальных случаях то есть вы легко посчитаете что обе пары имеют одинаковую вероятность а именно одну вторую будут иметь вероятность появление вот при условии что их взяли но если тут получается 1 1 или 0 0 мы эти пары выбрасываем и в результате ну здесь соответственно написать k 1 2 ну и так далее а тут и и и и и тогда раз я k поставил здесь тоже k ну еще давайте хотя бы один способ из улучшения последовательности очень хороший это суммирование последовательности v d x равна x1 x2 x2 ну и y последовательность y1 y2 yt ну и вероятность появления знаков у нас тут различная ну вероятность того что x p равняется нулю равняется одна в таком виде запишем единица плюс дельта ну а ну и равняется вероятности того более простой случилось бы когда эти вероятности равны нулю равняется единица плюс дельта то есть неравновероятные знаки дельта модуль дельта не равен нулю неравновероятные знаки строим последовательность строим последовательность z равную z1 z2 zt где соответственно zi равняется x и x y ну то есть не последовательно у нас тут все x и y j 0 1 ну и нетрудно посчитать что тогда тогда вероятность того что z и равняется нулю будет равна 1 2 1 1 плюс дельта квадрат в квадрате дельта но если вы сложите 3 последовательности тут будет дельта в кубе 4 последовательности дельта в четвертой ну и отклонение от 1 2 значительно улучшается ну скажем если дельта 1 сотая то в квадрате отклонение от 1 2 будет уже 1 десятитысячная ну есть ряд других способов очень удобный способ когда одна из последовательностей из датчика физических чисел а другая датчик псевдослучайных чисел то есть из детерминированного источника ну или вот такой способ сейчас когда сейчас очень легко есть доступ к шифраторам разного типа простого или непростого то имея некоторые физическое зерно можно это зерно зашифровать то есть скажем ну если взять хотя бы хотя бы у нас вот дес хотя бы взять то если поместить на вход дес некоторое зерно с физического источника вот то на выходе получится последовательность очень качественная очень качественная с точки зрения и с точки зрения равновероятности знаков и коррелированности и там и непредсказуемости ну это такой беглый обзор который дает вам представление о проблеме генерирования ключей и других случайных последовательств которые постоянно используются в криптографии и в ее приложениях вот ну очень беглый обзор конечно тут есть еще целая масса методов улучшения и физических и вот математических таких методов улучшения или алгоритмических можно их назвать то есть когда у нас собственно используются детерминированные алгоритмы для улучшения свойств ну в частности вот пропускать через булевские последовательности булевские последовательности обладают очень многими хорошими свойствами если действительно не выбраны специально вот ну пусть это такой беглый обзор вам какое-то некоторое представление даст вот этой теме вот 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 Продолжение следует...